Привет, дорогие мои! С вами Кононова Аня, проект Фудрелик Онлайн. И в этом видео мы с вами поговорим опять о новинках канала. Итак, первое, что хочется мне, конечно же, испытать на практике, это пилка. Потому что часто ногти у меня отрастают. Кто-то мне написал, что ногти у меня нарощенные. Нет, у меня ногти просто покрыты гель-лаком. Вроде бы ломаных там еще каких-то у меня вроде бы нет. Не знаю, почему сказали, что нарощенные. Ну, давайте попробуем. Я, конечно, пользуюсь специальными пилками. И эта пилка для простых ногтей, она будет великолепна. Но, получается, для моих ногтей она слабовата. Она вначале будет пилить, но потом испилится очень быстро. Но для обычных ногтей просто супер. Ну, и понятно, что ее, наверное, нельзя ронять, потому что она идет какая-то такая стеклянная. Очень приятная пилочка, классная, мне нравится. Да, я вот иногда вот так вот подпиливаю ноготочки, чтобы они аккуратнее смотрелись. Но я подпиливаю обычный, да, я обычно, когда вот тут отрастает. То есть грубой пилкой, как раз, да, для гель-лака я пилю. И если я буду такой пилить, то она, в принципе, пилит, но ненадолго хватит. Жалко. Так, артикул 209-020. Но для обычных ногтей пилка супер, которая не гель-лак. Дальше. Поехали с вами дальше. Заказала крем антиакне локального действия. Получается, у него артикул 05-92. Это такая эмульсия, которую нужно наносить точечно на какое-либо из воспалений. Там, не знаю, прыщик, ожог, что угодно. И оно хорошо лечит. Мне понравилось. Вот беру уже, наверное, раз третий. Иногда, когда вот бывает прям воспаление-воспаление, я наношу даже там, допустим, на весь подбородок могу нанести тонким слоем и уже хорошо. Но, конечно, действие не сразу, на следующий день, но тоже нормально. Дальше. Вот это чудо-юдо, это биосилна, сыворотка для роста и укрепление ресниц. Во-первых, она густая. Во-вторых, она сухая. А в-третьих, давайте я вам прям ее увеличу. Вот она такая беленькая. Написано прям, можно как основу под макияж наносить и так далее. Но вот честно, чтобы ее нанести на ресницы, нужно постараться. Нужно постараться. И, если честно, у меня от нее защипало очень сильно глаза. Смотрела других блогеров. Вроде бы все в порядке. Никаких проблем у них не было. У меня возникла проблема. У меня защипали, заслезились глаза. Я еще не сразу поняла, что от нее. И потом покраснели. В общем, 203-308. Ну, теперь не знаю, куда деть. Ну, догадайтесь, куда я дену. Далее. Очень мне понравилась эта штучка. На первый мой взгляд. Артикул 202-638. Это интенсивная сыворотка. Стимулятор роста волос. Она идет, ее можно наносить на волосы, на чистые. И что мне понравилось. Ну, тут очень хорошее описание. Прям суперское. И что мне понравилось. Надеюсь, у меня тут волосы не вырастут. Да. Она, во-первых, ничем не пахнет. Она идет, как водичка. И она не склеивает волосы. Колпачок, к сожалению, я уже потеряла нечаянно. В общем, без колпачка. Вроде бы пока ничего. Обещают прям, что волосы будут расти, расти. Хорошо, хорошо. Но это надо пробовать. Поэтому оставляю это делать до пустых баночек. Далее. Заказала второй вот такой вот бальзам. Первая помощь. Он оказывается очень крутой. Он идет не только от каких-либо воспалений на коже. То есть он мгновенно снимает покраснение кожи, зуд и так далее. И вы знаете, у нас в аптеке рядом продается драполен-крем. Ой, 800 или сколько-то он рублей. Он, конечно, крутой, но дорогой. И вот этот бальзам первая помощь, его, в принципе, хорошо очень заменяет. Мне понравилось, да, 17.01 артикул. Поэтому я, скорее всего, на этот перейду из аптечного. Потому что ничем не хуже состав. А все-таки баллы у себя это баллы. И классно. Мы же, директора, получаем еще 23% объемной скинки от своего заказа. От каждого балла, да. То есть если мы делаем, допустим, заказ на 100 баллов, мы получаем назад 1380. А у меня баллов иногда бывает и 300, и 500. И вот недавно мне еще девочки на 200 с лишним баллов разные, да, она заказывали. Это получается 200 баллов. Это получается практически 3000 назад рублей возвращается. Поэтому я, конечно, лучше буду брать у себя. Директорам быть выгодно. Поэтому всех зову быть директорами. Директор – это 60 человек в вашей первой линии по 50 баллов. Ну, это вкратце говорят, да. Можно там, не знаю, 30 человек по 100 баллов. Или 300 человек по 10 баллов, да. Ну, что-то типа этого. Поэтому тут, в принципе, не... Ну, как бы ничего страшного. Далее. Поиспытывала я такую вот штуку полностью на нерусском языке. Значит, корректор мимических морщин. Честно вам скажу, мало довольна им, потому что, ну, практически он не разглаживает. Да, есть какой-то небольшой эффект. Наносила его именно на морщинку на лбу. Но, ну, как бы такое, нанесить утром после нанесения дневного крема и в течение дня для коррекции. То есть, в течение дня для коррекции – это как понять, если на лице тональный крем? Вот. Тут, конечно, неудобно, да. То есть, если вы нанесли, то потом надо еще раз нанести, потом еще раз, потом еще раз, чтобы у вас лицо всегда ровным, гладким было. Ну, это как бы неудобно. Поэтому я его израсходую, больше не буду заказывать. Он идет такой легонький, светленький, да, такой вот беленький, обычный. Тоже практически без какого-либо запаха. Если есть какая-то горчинка, то, в принципе, дорогие натуральные средства. Я вам честно скажу, они так и стоят, так и пахнут в аптеке. Вот я покупала несколько раз, да. Далее. Крем для век с гиалуроновой кислотой. Очень понравился. Никакого раздражения, ничего нет. Будет возможность, закажу еще, если компания Фаберлиф не завалит новинками. Артикул 112, 111, 27. Потому что у меня уже на очереди три крема. Вот недавно, да, из красной линеечки, три крема. Поэтому я уже не знаю, как и быть. Так, даже если что-то понравилось, то я пока начинаю все новым, 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 новым пользоваться. В общем-то, мне уже не на чем тестировать. Морщины уже пропали вообще, если честно. Потому что все тестирую, тестирую. Так, артикл 156, 77. Это стевия. Это подсластитель с очень таким оригинальным привкусом. Поэтому кому-то она нравится, кому-то нет. Мы с мамой нормально. Мама с ней пьет чай, кофе, все с ней пьет. С ней я чай пить не могу, потому что я всегда пила чай без сахара. С детства приучено так, поэтому мне не хочется с чаем ее пить. Но такая темная эмульсия, практически черная, да, черно-коричневая. Вот, я с кофе ее пью всегда. И, в принципе, у нас она ее много уходит. Я ее заказала. Ну, у нас сейчас корзина максимально 9 добавляется. Но, если хочешь больше 9, то там уже надо вручную вводить. Поэтому я наживаю цифру 9 и все. И так туда все редактируется. Заказали второй экстракт черной бузины. Да потому что не поняли первый. Мы пока на всех выпили все. Он у нас за 3 дня закончился. Да, 7 человек. Ну, Вику не считаем, 6 человек. Вике, я, понятно, это не дам. Вот. Состав крутой, очень полезный. Очень крутой. Но, извините меня, мы ничего не поняли вообще. Вообще ничего. Пьется он, кстати, очень такой вкусненький. Почему не поняли? Потому что, ну, мало это. Его, я так понимаю, надо хотя бы месяц пропить одному человеку. Там пару флакончиков. Тогда там оценивать результат. Что изменилось, что не изменилось. А мы за 3 или 4 дня, бах, его и все. И чего, и ничего, и никому. В общем, насмешила вас, наверное. Поэтому заказала второй, но второй, наверное, точно так же уйдет и опять. Очень хочу похвалить вот эту линейку. Единственное, за что я ее хочу ругать. Она вообще широкая, большая, натуральная, из Франции. Потому что есть в BSC продукция, которая в России выпускается. А это нет. Это полностью Франция. Что не нравится? Вот если из коробочки потерять, то вы никогда не догадаетесь, что это за штука, если вы французский не знаете. Вот честное слово. Вот это мне не понравилось. Значит, это у нас идет омолаживающий ночной крем для лица. Дневной я уже снимала в другой линейке. А это именно омолаживающий ночной крем для лица. Он клевый, он классный, он такой жирненький. Мне понравилось. Я его всего, ну, видите, тут два раза сбоку взяла, попробовала. Ну, безумно классная штука. Очень хорошо наносится, впитывается, не скатывается. В общем, кожа у меня его съела на ура. И с удовольствием, конечно же, и за расходу ее. У меня еще есть линейка красных кремов. И вот таких кремов. В общем, кремами я теперь завалена. Но у меня есть мама, которая мне всегда поможет. Ну, и вот это я не испытала на практике. Артикул 1403. Мицеллярный лосьон для лица. Вот вы знаете, лосьон как лосьон. Только менее приятный аромат. Мицеллярный, это значит, что снимает, ну, весь грязь. Перед применением взболтать, то же самое. В общем, 1403. Ну, не знаю, может быть, если пользоваться целиком всей вот этой линейкой на постоянной основе, будет, может быть, лучший результат или еще что-то. Ну, вот от нашего лосьона мицеллярный. Это значит, очищающий. Это значит, и можно снимать косметику. Вроде бы все нормально снимает. Хорошо, не капризничает. Все здорово. Далее еще вот такой. Тут у меня уже половины нету, потому что я прям на него подсела. Но не потому, что он мне нравится, потому что я его открыла, и он у меня так стоит на столе. И я перед нанесением крема просто им смазываю лицо. 1210. Монтирующий лосьон с экстрактом лопуха. Не знаю, насколько он монтирует, потому что потом я наношу базу, да, при макияже делаю. Потом наношу тональный крем, потом куду, и вот как-то вот так, вот так. Вроде бы все хорошо, неплохой. Насколько сильно монтирует, так и не поняла. Ну, в общем-то, кроме запаха, меня ничего не смутило. Дальше пробежимся быстренько с вами по вот таким вот кремам. Во-первых, дневной и ночной крем для очень сухой кожи. 1202 ночной, 1201 дневной. Вот его я, да, видите, много-много уже израсходовала. Это хорошая штука, классная штука. Ну, если наносить от олба до шеи декольте, то тут 50 мл, ну, максимум недели на полторы, на две, да. То есть, ну, как бы хорошо, что небольшой объем. В общем, понравилась линейка. Кому нравится, без запаха, рекомендую. И скажу больше, скажу больше про него. Я его хочу заказать еще и маме своей, потому что у меня мама со всего чишет. Но недавно она говорит, закажите мне, девочки, крем от Морщин. Я говорю, мам, в 73 года она решила все-таки нанести на себя кремушек. Далее, скраб для комбинированной кожи тоже зашел, классный. Это для жирной кожи. Вот если честно, 1205, вот эту штуку для жирной кожи я не поняла. Вот для комбинированной кожи и как будто бы, знаете, действие одно и то же, что у того, что у другого крема. Как-то как будто они одинаковые, что для сухой, что для жирной. Может быть, мне так показалось. Но посмотрим, посмотрим. У меня все прям под контролем. Пустые баночки будут опять-таки обширные, объемные. Хочу очень похвалить питательный крем для рук антистресс с провитамином В5-2802. Очень классный. Много не буду наносить, потому что он очень питательный. Вот такой капельки хватает, видите, на всю руку. Он сразу же белеет, впитывается, руки мгновенно молодеют. Я не знаю, что они такое в крем кладут, но руки реально сто раз стали моложе. Пока я все эти кремы тестировала, я прям увидела результат. Прям увидела результат с этих всех кремов. Очень здорово, прямо очень. Этот бальзам, значит, я им воспользовалась один раз, он ничего не сделал. Вот что. 202-632. Ну, есть что-то такое, но мне недостаточно. Вот я его вспомнила, да. То есть он такой, знаете, обычненький, да. То есть еще он не очень удобненький. Видите, он какой густой. Там больше половины внутри останется, 100%. Да, запах, ну, никакой, чем-то горьковато-кислый, может быть, но практически ничем, честно скажу. Вот этим делом воспользовалась мама и говорит, слушай, мне так понравилось, так здорово. Значит, шампунь 2635 для слабых и секущихся волос. И получается бальзам для слабых и секущихся волос. Артикул, к сожалению, мама стерла нечаянно. Вот, я ее, я на радостях думаю, боже мой, неужели что-то из бейси понравилось, побежала мыть, но нет. Шампунь, гнездо на голове и все тут. Ну, не могу я даже не расчесать ничего. Даже после вот бальзама я половину его выдавила и никакого результата. И все равно я пользовалась сывороткой потом Фаберлик, поэтому не знаю. Мне не хватает на мои блондинистые волосы. Вообще шампунь ни о чем. Гельчики для душа. Этот я просто понюхала. Я им не мылась. 250 мл. Артикул 2106. Очень приятный такой аромат. Безумно приятный. Прям чистый такой апельсин, но еле выраженный. Не сильно пахнет. Наши прям, можно сказать, воняют по сравнению с этими. Ну, вот чтобы вы прям поняли. И вот такой вот с очень нежным ароматом, еле уловимым. 2103. С ним я сегодня прям тут сходила. Мне понравилось. Все здорово. Это у нас календула идет. Оформление очень красивое. Но обычный. Обычный гель для душа. Хорошо моет, хорошо пенится. Ничего особенного. Обычный. Вот прям так же немножечко кожа после него подсушивается. Захотелось крем нанести. То есть как бы, ну нету ничего такого прям супер особенного, чтобы прям вот лучше Фаберлик был. Или лучше там, не знаю, дав из магазина. То есть я вот недавно дав мылась, когда все закончилось уже. Вот. Потому что отельные гели для душа оставляют желать лучше во всегда. Делала маску. Значит, это маска для комбинированной кожи с экстрактом лопуха. Лаванды. И очищает, восстанавливает баланс кожи. 10 минут нужно держать. Ну, в общем-то, всей этой маски, да, она такая что-то типа глиняной, горькой. Я сначала пыталась выдавить, но оно до конца не выдавливается. То есть он такой не густой, но не выдавливается до конца. В общем, что я почувствовала? Я почувствовала, что эта маска как-то очень хорошо работает. Прямо очень хорошо работает. Почему? Я чувствовала вот это вот немножечко жжение, покалывание. Что-то вот такое вот было, что да, прям захотелось еще раз купить, еще раз попробовать. Чувствуется, да, как-то вот она и очищает, и питает. Здорово. Умывалась я до этой маски вот этим вот гелем для умывания. Он идет как, ну, просто гель для умывания, и все, да, то есть тонизирует экстракты мака, водоросли, успокаивает кожу. Такая линейка есть еще кремов, может быть, что сделали для того, чтобы вот эта серия была, да. Ну, честно сказать, нормальная умывалка. Маленькая, конечно, 50 мылы, но нормальная умывалка, хорошо пенится, все хорошо. Но цвет меня смутил, знаете, такой жидковато-желтоватый, да, вот он такой цвет. Но нормально пенится, не сильно, как мы привыкли, да, в компании Фаберлик, но нормально. Смотрите, гель для душа, биоси, терапический микс 24-30, нормальный, классный, клевый, все хорошо, хорошо пенится, но тоже запаха мне недостаточно. Дезодорант хорошо у меня продержался сутки, вторые сутки, не знаю, когда-нибудь, может быть, решусь и выберу и вторые сутки, пока одни сутки с ним проходила, все хорошо, запахи не пропускают, ничего не пропускают, вроде бы все нормально. Никакого раздражения нет, никакого запаха нет, неприятного, не неприятного, просто никакого запаха, вообще никакого. Вот биологически активную добавку, получается, это комплекс для суставов и соединительной ткани. Он содержит D3, K2, куркуму, льняное масло, глюкозамин, очень хорошая штука, глюкозамин часто мне прописывает мой врач, и хондроксина сульфат. В общем, такое вот классное, льняное масло и в омеге-3, да, вот тут вот прям, ну, конечно, плоховато видно, к сожалению, она такая. Вот, и тут идут две баночки, это самое, что есть, дорогое в компании B.A.C, две баночки, одна идет комплекс для суставов и соединительной ткани, а вторая у нас получается D3, K2 и вот омега, то есть D3, K2 и омега. Ну, прикольные такие составы, хорошие, вот, поэтому, конечно, будем пробовать. У меня одна нога ломаная, больная, ну, может быть, что-то и поможет. Ну, и тут спектр всех витаминов, которые есть, оказывается, у нас, вот тут комплексы для мужчин, для женщин, омеги, детские, взрослые, в общем, много-много всего. Можете зайти на сайт, обязательно почитать, у кого есть, может быть, родители или люди после 30, которые уже чувствуют, да, суставы. Я думаю, это будет хорошей штучкой. Ну, конечно, перед применением надо с врачом посоветоваться. 208, 116, вот мне мой врач сказал глюкозамин, я ему поеду, вот, когда к нему, покажу, покажу, и пусть он посмотрит. Так, не так, вот, я езжу к, у нас в Кирове, ну, кто кировский знает, клиника из Савермет, и там есть Ананьев Андрей Юрьевич. Вот он мне глюкозамин прописывал, тут он как раз есть в составе, но я глюкозамин у него как-то две штучки выкупила, но потом увидела, что в нашем Доброгене Актив тоже есть глюкозамин, и стала пить свой, вот. А сейчас еще глюкозамин появился вот тот, и я ему покажу, что за состав, пусть он посмотрит, оценит, поскольку штучек можно пить, может быть, дозировка не та, но там прям чисто глюкозамин был. Дальше, смотрите, взрослая Омега, Вика чуть не выплюнула, не захотела ее пить, она, кстати, нисколько не хуже, чем наша Фаберлик, но наша идет чистая Омега, а тут витамин Е, А и Д, это приятнее, это приятнее, потому что все мы знаем с вами, что Е, А и Д пить надо. Значит, артикул, артикул 8109, если наклейка не отпала, к сожалению, не знаю, можно пить детям, оказывается, вот, но это не детский комплекс, но написано, что детям и взрослым можно пить, да, дети от трех лет, вот тут написано, да, как вы видите, от трех лет, поэтому это радует. 120, то есть много капсул, она стоит подороже, чем наша Омега, но капсул тут 60, ой, 120 вместо 60, да, поэтому неплохая Омега и хороший состав, комплекс для сосудов. Этот комплекс похвалила мой врач, но так как я сейчас пью Д3К2, пропиваю курс, я не стала мешать перемешивать 8108, пожалуйста, загуглите, почитайте, тут есть очень хорошая штука, куинзим Q10, оставила это на потом, ну, потому что сосуды это тоже классно, особенно от тех, кто зависим, да, там, кофе, сигареты, вино, там, плохое производство, кто живет в центре города, да, и находится в сильной загазованности, мне кажется, сосудики надо свои поддерживать, поэтому вот я заказала, но начала с другого немножко, да, с Д3. Далее комплекс здоровое сердце, 8112, комплекс активный мозг, его мне врач сказала мужчинам не давать, поэтому я вам это же самое говорю, 8111, и комплекс сила волос и ногтей, я его заказала для себя, она, у меня есть девушка, которая переболела ковидом, у нее сыплются волосы, я его отдам ей, не буду распечатывать, артикул 8101, врач моя сказала, что состав просто обалденный, ну, я за нее очень рада, что она все поднимает и мне дает советы, прям очень-очень приятно. Мур-мур и Элисар, это уже вип-новинки я сейчас снимаю, классно, я заказала вот три таких, где-то третья, да, по коробкам осталась, причем открытая, да, как раз осталась, а закрытая тут, ну, кайфую я с этой воды, я счастлива, я безумно счастлива, что у меня сейчас они есть, потому что, когда ты едешь куда-то и хочется взять любимую свою водичку с собой, то вот эта вот Элисар, да, тяжеленная вода, она мне не очень нравится, из-за того, что надо с собой таскать. Мур-мур, тоже очень люблю ее, но я ее люблю очень редко, под настроение, она прям очень сладко, пудровая, такая игривая, в ней нет ни капли тяжести, такая, знаете, воздушная, ванильная, конфетная, в общем, вот вся примесь вот этого вот, тридцать девяносто девять артикул, классная водичка, но очень редко, в основном, больше всего, ей пользуется мама. Вот такая вот тушь, давайте мы ее с вами потестируем сейчас, такая вот загнутая, мисс Кёрл, называется артикул пятьдесят восемь пятьдесят пять. Так, сзади новинка вещей, пока еще не снимала, так, ну давайте будем пробовать, мне вот интересно. Вот эта вот тушь с эффектом накладных ресниц из предыдущего видео, я, конечно, была в шоке. Давайте посмотрим эту, во-первых, кисточка у меня будет силиконовая, изогнутая, та, чтобы было прям удобно. Да, кисточка опять новая, поэтому я наляпаю, ну, в принципе, видно, да, вот с первого нанесения, что она дает минимум удлинения и объем хороший дает, да, нормальная тушь, но после водостойкой туши и после туши с эффектом накладных ресниц, я, честно сказать, ничего не хочу уже. Да, да, еще скажу, что я ее на себе не носила, там, не пробовала долго, не тестировала, но я знаю, что уже все другие блогеры отсняли, хоть я их и не посмотрела, хотя можно было за ними повторить, да, как некоторые делают. Жду пока дни обзор делают, потом свой обзор делают. Я, нет, я опоздала из-за того, что везде ездила и приехала и было двадцать семь коробок продукции, вид новинки, не вид новинки, я вот опоздала. Ну, что могу сказать, довольно так и хорошо, ресницы не склеивает, объем дает, длину дает, ну, я думаю, вы сами видите, да, реснички колом стоят, удобно их подвивать, ну, в общем-то, все великолепно. То, что я наляпала, опять-таки тушь новая, мне сложно не наляпать и, во-вторых, на камеру, да. Ну, и давайте посмотрим с вами нижняя, ну, так, неплохо, мне нравится, то есть вот как нижняя накрасила, как верхняя накрасила, достойно, проблем нет. Ну, удлиняют, конечно, очень хорошо, если вот так оттянуть, да, вы видите длину моих, да, моих ресниц, если близко-близко, и вы видите длину этих ресниц. Просто разница колоссальная, феноменальная. Просто вот, мне нравится эта тушь. Ну, прикольная такая, да, клевая штукенция, мне нравится прям вообще, да, там у меня новинки стоят, каталога. Вот, далее, хочется вам показать еще одну новиночку, вот такая вот палитра губ различная, значит, очень, я открыла, ярко так пахнет ягодами. И, значит, артикул у нее 40,798, ну, я прям не могу, давайте все разно покажу, 6 грамм по 0,5 грамма. Так, 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 беру, значит, кисточку, ну, и давайте посмотрим, я даже не знаю, какой оттеночек, вот этот мне очень нравится, набирается хорошо. Так, так, и кисточку, то есть они такие, видите, они такие твердые, не мягкие, не текут. Хочется прям еще на зеркало нанести, чтобы... Красивый, да, оттеночек, ну, давайте на верхнюю, ну, мне кажется, что это очень универсальная палитра, во-первых, во-вторых, ее можно менять местами, да, то есть перемешивать, да, сегодня я хочу светленький, завтра я хочу рыженький с этим, да, смешать, сегодня я хочу вот этот один нанести. Великолепно, ровно кладется, без всяких подводочек. Это, вы знаете, палетка наливных помад, она что-то среднее между блеском и помадой. Мне прям нравится, красота. Дальше побежали, ля-ли-бред, парфюмерная вода от БСМ, 611950, мылое. Вот, ребят, первое впечатление, фу, вот у меня лично. Вот, да, фу, какая-то мазь от комаров, но потом оно раскрывается какими-то сладкими цветами, розами, какой-то, знаете, сад такой прикольный. В общем, я не знаю, как на вас будет эта вода звучать, потому что у французской воды всегда, вот, ее очень сложно писать из-за того, что она, к сожалению, на каждом играет по-своему, да, и на каждом раскрывается по-своему. Вот на мне она раскрылась как дешевая диколом, непонятная мазь от комаров, да, вот эти вот ранешние мази, но потом она стала такой сладкой, приятной, что я понять не могу. Мне ей захотелось пользоваться, но вопрос, как перенести вот эти начальные ноты, чтобы дождаться шлейфа, но, в принципе, шлейф быстро, в течение, может быть, получаса он уже выявляется. Не могу сказать, что она прям супер стойкая, но нормальная, на следующий день я ее чувствовала на руке, чувствовала. Дальше, значит, вот такая вот Energy водичка, это более такая, знаете, если это такая сладко-грубо-ягодная, да, вот я бы ее так описала, то вот это вот больше такая зеленая, что ли, хочу освежить. Вот нежная такая зелень, это мне нравится, приятная, но в сердце, в душу не запало, не попало, хотя очень приятная, 61-18, есть у меня какая-то вот эта вот цветочная нотка, которая мне не понравилась очень, но она когда выветривается, то классно. И вот этот на следующий день я уже не почувствовала, а может быть, я руку в этом месте помыла, но не почувствовала. Вот, поэтому эти воды для меня, ну вот, воды вернее, вот если бы у меня был бы выбор, я бы заказала только красный, да, я бы заказала только красный, потому что она мне приятна, а вот эта как-то есть и есть, хорошо и хорошо. Можно дома побрызгать, да, для приятного запаха, но у нас же сейчас диффузор, вот рюкзак тоже новинка на моем канале, у меня в этом обзоре все одни новинки, только стевия повторно. Значит, 25 на 13 на 26 размер, артикул 600-309, ну что могу сказать, удобный рюкзачок, хорошенький, значит, тут расстегиваем, есть такой вот кармашек, он маленький очень, как вы видите, так, сейчас я отдалю, вот, он очень маленький, как вы видите, ставится тут какая-то такая вот картоночка, то ли мы ее сломали, то ли что, но она мягкая, она как бы не твердая. Далее ручки, ручки регулируются, вот если целиком вот так сделать, то летом ребенку моему ходить нормально было, удобно, восьмилеточке, если вот так вот сделать, да, вот на таком, нет, вот на таком расстоянии, то на курточку удобно надевать. То есть, ручки такие гладенькие, аккуратненькие, тут тоже есть ручка, у меня еще были сомнения, будет ли он расстегиваться, потому что тут очень легкая заклепочка, но на самом деле он затягивается, и после того, как он затянулся, он будет держаться отлично, из-за того, что он затягивается. Поэтому проблем никаких нет, этот рюкзачок я отдала своей викуленьке. Ну все, мои дорогие, всем пока-пока, видео опять больше получаса, все, хватит.